Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, это репортаж турнира Беллатр 208 в Нью-Йорке. И по традиции я вам покажу то, что вы не увидите нигде, что Скотт Кокер говорит о ACB, как поругались Дмитрий Смоляков и Эдгар Дзапашный, и что делает сербский друг Федора Емельяненко во время боя. Перед просмотром не забудьте подписаться на канал. Многие бойцы, пришедшие в Беллатр, говорят, мы здесь, потому что давно знаем Скотта Кокера и верим ему. Но вот Александр Шлеменко после прихода Кокера стал драться совсем редко, и за последние три года получил только три боя, каждый раз в октябре. И сказал об этом на пресс-конференции. Вообще, если посмотреть на мою карьеру, то за последние три года в Беллатре я подрался ровно три раза. В год по разу. Я не понимаю, в чем проблема, почему я так редко стал выступать. И мы с моим менеджером Алексеем обратились. Вообще, что мы готовы драться с любым соперником от 84 до 77 килограмм. Нам предложили Анатолия, но, конечно же, мы не будем отказываться, потому что мы уже сказали, готовы драться с любым. После пресс-конференции Кокер подошел к менеджеру Шлеменко Алексею Жернакову, чтобы обсудить эти слова. Анатолий Токов перед боем говорил мне, что когда-то были мысли даже приехать потренироваться со Слеменко. Они ведь оба родом из Сибири. Между их родными городами Омском и Тобольском всего 700 километров. И вот теперь они полетели в Америку, чтобы подраться друг с другом. В мыслях было, я несколько раз думал приехать в Омск, потренироваться вместе с Саней. После этого, в принципе, не знаю. Я думаю, после боя все нормально будет. Не должно повлиять. Анатолий выиграл по очкам и делился впечатлениями. Саня жестко бьет. Таких прям точных не было, но все, которые были не такие прям точные, я их чувствовал. Чувствовал. С левой ноги он мне когда бил, я через бок чувствовал. Потом с другой стройки он мне с другой ноги бил. То есть я чувствовал это, да. Ну и с рук как бы чувствительные такие удары. Но чуть-чуть это, из-за счет того, что я их видел, они, наверное, так... Ну, вообще было больновато. А палец в ком? Я не знаю, где-то вот палец выбил. То ли где-то в сетку выбил, то ли, может, ударил как-нибудь. За восемь с половиной лет Александр Шлеменко провел в Белатере 18 боев. Выиграл 13 из них. И, наконец, доработал свой контракт с этой организацией. Через полчаса после боя я попросил Александра выйти из раздевалки для короткого интервью. На появление Шлеменко в зале тут же среагировали болельщики. В Америке он узнаваем. После боя показалось, что ты чем-то недоволен или кем-то недоволен. Анатолием или чем? Или решением или чем? С собой недоволен в первую очередь. Это все. Ты же, когда дерешься, ты понимаешь, выигрываешь ты или проигрываешь. Я понимал, что бой такой равный. И, ну, непонятно, в чью сторону. Скорее всего, в его отдадут. Я это чувствовал. Всегда же чувствую. За счет тейкдауна? Ну, да. Можно так назвать. То есть, не Анатолием, не решением, а чисто собой недоволен, да? Нет, конечно. А что мне решится быть недовольным Анатолием? Он ничего, мой адрес плохого не делал. Я недоволен чисто собой. Недоволен, что не получилось реализовать ту подготовку. Вот и все. Вот что в первую очередь подвел всю свою команду. Всех своих ребят, которые за меня переживали. Всех, кто в зале в этом, за меня переживали. Будешь что-то менять? Есть какое-то желание изменить? Естественно, и самое главное, нужно изменить и свою категорию. Я уже давно к этому пришел. Еще после боя с Мусаси, ну, видишь, я был слишком настроен поменять быстрее промоушен, уйти, получить быстрее бои. Нужно более, как ты знаешь, сейчас остановиться, подумать и подойти уже более грамотно. К дальнейшей карьере. Вот и все. То есть ты 84 вписываешься вообще без усилий? Ну, конечно, ну и что, на самом деле это же не усилие. И то, знаешь, без диеты, без всего. Я говорю, и опять же, не хочу, чтобы вы это понимали, как отмазка, какая-то не отмазка. Нормально 84 выступать. Но все-таки, если более профессионально смотреть, подход брать, надо выступать все-таки в 7-7. Попробуем там выступать, я думаю. И в другую организацию? Ну, в Белатаре я уже 8 лет, и как бы, наверное, не знаю, вряд ли я здесь буду выступать. Бои с отечественников в Белатаре точно будут продолжаться, и это вряд ли должно удивлять. Вот подролись Шлеменко и Токов. Скоро подерутся бразильцы Карвалию и Мачида. Виталия Минакова и Сергея Харитонова теоретически могут свести в претендентском бою. Но вот если Федор Емельяненко выиграет гран-при и станет обладателем чемпионского пояса, защищать свой титул в бою против спортсмена из России он точно не будет. Многим из них я помогал лично, русским и российским бойцам. И, вы знаете, мне не так важно, как они ко мне относятся. Мне важно мое отношение. Да, я бы не хотел в конце карьеры все-таки биться с нашими соотечественниками. Но, смотри, в Америке, америки борются с америки все время. И это просто еще один бой. Но это будет в результате для Федора. И, что он хочет, мы будем делать. Кокер вообще получал в этот раз очень много вопросов о России. Я, например, спросил, знает ли Скотт о планах организации ACB догнать Беллатар и бросить вызов UFC. Я не знаю, и я не имею в виду, что это очень высокая бизнеса, но я не знаю, если они еще делали это или нет. Они еще в бизнесе? Они у них есть какие-то проблемы. Я слышу, что они у них есть проблемы. И, слушай, в этом бизнесе... А Ярослав Степанов задал вопрос про брата Федора Александра Емельяненко. Ну, и еще одна тема. Если Александр Шлеменко и Анатолий Токов разошлись без претензий друг к другу, то в зале чуть не началась драка. Только охрана не дала прорваться тяжеловесу UFC Дмитрию Смолякову. Он был в углу Шлеменко к Эдгарду Запашному, который поддерживал Токова. Мы просто находились за спиной команды Шлеменко. Их штаб из трех человек. Ну, по-разному повел двое. Абсолютно нормально реагировали, я бы сказал, никак. А этот третий постоянно на нас оглядывался, оглядывался. И потом вдруг пошел буром на нас. Мы были готовы к любому развитию событий. Тем более нас больше. Не знаю, на что парень рассчитывал. Либо он бессмертный, либо он все-таки рассчитал, что его охрана удержит, что она в принципе и сделала. Потому что иначе, если бы он подбежал к нам после тех слов, которые он в нас накидал, драка была бы 100%. Я бы, конечно, не хотел бы, чтобы такой конфликт состоялся, тем более на американской земле. Чтобы русские с русскими сцепились. Ну, а потом, где-то через минут 15 после боя, может, чуть пораньше, он подошел к нам, показывая, что настроен мирно. Он подошел ко мне и извинился. Извинился в достойной форме, сказал, что я зря вспылил. Вы недостойны такого обращения, как я себе позволил. Я не прав. Мы пожали друг другу руки. После этого я связался по телефону с самим Шлеменко, с Сашей. Саша сказал, что все хорошо. И поздравил еще раз с победой. И Саша более чем достойно себя ввел в этой ситуации. Хотя, конечно, можно понимать его состояние. Запашный в третий раз приезжает с Емельяненко в США на бои. Уже не секундирует. В этот раз в углу Федора, помимо голландских тренеров, был Никита Лушников, глава организации с названием Национальный антинаркотический союз. Когда-то давно Федор играл перед боями в карты. Сейчас играет в шахматы. И Эдгард один из его основных спарринг-партнеров. Счет по партиям какой в шахматах у нас с ним? Лечу я. Лечу. Федор по-настоящему хорошо играет. Это не уровень даже КМС. Он мастера спокойно по шахматам выполнит. У Федора вообще большая группа поддержки. Один из его друзей, как я понял, серп по национальности, во время всего боя осенял Федора крестом. Дай бог нам всем таких друзей. На этом все. Репортажи из Лас-Вегаса и Нью-Йорка для вас готовил Александр Лютиков. В одном из следующих выпусков я покажу, что делает боец UFC в неделю до боя. Подписывайтесь на этот канал, потому что, ну где вы это еще увидите? По телевизору что ли?